Всем привет, мои дорогие! С вами Маша и вы смотрите канал похудения мамы дочки. Я начала весеннюю ревизию в шкафах, пересматриваю и перебираю вещи и продумываю, что я буду носить весной и летом, а что носить больше не буду. И соответственно от вещей, которые мне больше не понадобятся, я буду избавляться, буду их отдавать, потому что считаю, что нельзя иметь дома вещи, которые по тем или иным причинам нам не подходят, так как они только занимают место, создают иллюзию забитого шкафа, а по сути мы их перекладываем с одной полки на другую, перевешиваем с вешалки на вешалку, поэтому лучше их отдать людям, которым они нравятся и подходят, и освободить место для тех вещей, которые мы будем носить, ну и конечно же для новых вещей. Потому что я считаю, что для того, чтобы в нашей жизни появилось что-то новое, нужно прежде избавиться от старого. Я уже кое-что собрала, сейчас вам покажу эти вещи и объясню, почему я их носить больше не хочу. И возможно вдохновлю кого-то тоже на уборку, на избавление от хлама. Возможно вы давно собирались это сделать, но все руки не доходили, и вот посмотрев это видео, вы все-таки решитесь на это. Итак, давайте начнем. У меня некоторые вещи помялись, потому что несколько дней лежали в мешках, и первое, что я вам покажу, это такая вот белая рубашка. Вы ее уже могли видеть в одном из моих видео. Я ее покупала для проекта «Создай аутфит за 100 евро» и покупала я ее в H&M. Она выполнена из вискозы, немного асимметричная, у нее перед чуть короче, спинка чуть длиннее, и на груди у нее два кармана. Когда я ее покупала, она мне понравилась, но потом я поняла, что что-то не то. Во-первых, она мне была велика, даже тогда, когда я ее покупала. И, конечно же, оверсайз оверсайзом, но она явно не с моего плеча. То есть, это причина номер один. И вторая причина – это карманы на груди. Потому что грудь у меня и без того большая, и такая модель мне не подходит. Мне некомфортно в ней. Поэтому я ее носить больше не буду. Я надела ее еще раз, покрутилась перед зеркалом и поняла, что нет, это не мое. Ее я лучше отдам человеку, которому она подойдет. Следующая вещь – это такое вот платье. Вы его тоже могли видеть. Я записывала с ним аутфиты. Такое вот платье от Дороти Перкинс. На первый взгляд, оно очень симпатичное. И здесь мои любимые цвета и оттенки. И фасон тоже мой. Такая вот у него широкая юбка. Сзади треугольный вырез. И можно завязать еще сзади бантик. Такой вот поясок. Можно бантик не завязывать, просто его завязать. То есть, на первый взгляд, это абсолютно моя вещь. Потому что платье я люблю и очень люблю такие цвета. Но проблема в том, что, во-первых, оно мне стало велико. Но это не самая основная проблема. Основная проблема в том, что оно выполнено из очень плотной ткани. Потому что оно летнее. И тот факт, что оно мне великовато, конечно же, не проблема. Потому что, когда жарко, особенно когда влажно, это даже хорошо и приятно. Но когда вещь выполнена из слишком плотной ткани, в ней, конечно же, жарко. Потому что она липнет к телу. Эта ткань, то есть, платье липнет к телу. И в жару в нем не очень комфортно. Тоже покрутилась в нем, подумала и поняла, что больше его носить не хочу. Вот интересно, да? При том, что и расцветка моя, и фасон тоже мне нравится. И платье я очень люблю. Но как-то вот я поняла, что нет, больше его носить не хочу. Как-то оно мне надоело. Ну и плюс, конечно же, тот факт, что оно выполнено из плотной ткани. Так его можно было бы носить, конечно же, в более прохладную погоду. Если летом, например, будет более прохладная погода. Но я поняла, что нет, как-то вот больше оно мне не нравится. То есть, тут совокупность нескольких факторов. Следующая вещь, это тоже платье. Вот такое вот платье. Его вы тоже могли видеть и в видео, и на фотографиях. Черно-белое. И оно на самом деле очень приятное и симпатичное. Оно выполнено из натуральной ткани. Это бренд Glamorous английский. И у него очень симпатичные и модные рукава. Вот такие вот рукава, которые уже несколько сезонов не выходят из моды. Кстати, мне такие рукава очень нравятся. Ткань очень приятная к телу. Оно ровное. Такое вот прямое. И здесь у него, сейчас я вам покажу, тоже такой вот симпатичный вырез капелька. То есть, платье, по сути дела, очень симпатичное. И какое-то время я его носила с большим удовольствием. Но проблема в том, что после стирки оно село. Оно ужасно село в длину. И теперь еле-еле прикрывает мне попу. Я сперва решила носить его на пляж. Я попыталась его как-то, эту вещь, эту проблему как-то исправить. Я его постирала, вытянула. Мне показалось, что оно немного вытянулось, но нет. Оно, в общем, мне еле-еле прикрывает попу. И, конечно, его можно было носить на пляж, когда прохладно, когда пасмурно. Было бы замечательно, потому что ткань очень приятная к телу. Но я поняла, что нет, тоже как-то больше его носить не хочу. Как-то оно морально устарело. Да, еще, конечно, его можно было носить с брюками, как тунику. Но у меня туники есть. У меня есть также длинные рубашки. Если я захочу такой аутфит, то я надену либо тунику, либо длинную рубашку. И поняла, что платьица, конечно, тоже морально устарела. Поэтому носить его больше не буду. Следующая вещь, это такая вот футболка. Я покупала ее в Заре. Я ее уже, наверное, год не носила. И вот случайно ее обнаружила в шкафу. Она там где-то висела и занимала место. Она тоже такая симпатичная, оверсайз, асимметричная полоска, которую я люблю. Спереди она короче, спинка у нее длиннее. Вполне симпатичная, приятная вещь. Выполнена из натуральной ткани. Но носить я ее больше не буду. Если я год про нее не вспоминала, то думаю, что больше и не вспомню. Причем она в отличном состоянии. С ней ничего не произошло. Но тоже морально устарела. Поэтому отправляется тоже в мешок. Следующая вещь я про нее тоже забыла. Она у меня висела где-то сбоку в шкафу. Абсолютно новая такая вот блузка. Я ее покупала в Манго. Такая вот блузочка. Она выполнена из вискозы. У нее треугольный вырез. Видите, даже я еще этикетку не снимала. В общем, я купила ее, по-моему, в прошлом году, если я не ошибаюсь. И про нее забыла. У нее такие вот широкие рукава. Довольно большие. Вот видите. И такая вот она тоже широкая. Типа оверсайз, типа размахайки. Хотя нет, у нее ровный крой. Но такая вот она тоже как бы типа размахайки, типа оверсайза. Такая вот блузка, блузочка, кофточка. Но проблема в том, что ткань у нее какая-то непонятная. Вот она, видите, полупрозрачная. Если камера передаст, как-то она вот так вот интересно сделана. Она полупрозрачная, но это тоже, в принципе, не такой уж большой минус. Но как-то вот она мне не нравится. Как-то она перекашивается, когда я ее надеваю. В общем, что-то не то. Абсолютно новая вещь, но носить я ее точно не буду. Тем более, что у меня есть много черных вещей в гардеробе. Потому что черный цвет я, как вы знаете, тоже очень люблю. Наряду с остальными цветами. Но ее, в общем-то, как-то я носить не буду. Даже не знаю. Когда я ее покупала, она мне очень понравилась. И я даже знала, с чем я ее буду носить и как. Но что-то вот как-то мне в ней некомфортно. Может быть, кому-то она понравится и подойдет. Скорее всего, так и будет. Потому что все мы разные. У всех разные вкусы и предпочтения. Дальше следующая футболка. Я тоже про нее забыла. Хотя, поначалу, когда я ее купила, она мне очень нравилась. Я ее носила с большим удовольствием. Такая вот полосатая. И это Дороти Перкинс. Вот так вот она выглядит. Она, в принципе, на мой взгляд, очень симпатичная. Потому что у нее тут вот большой вырез. Все, как я люблю. И она тоже немного асимметричная. Вот здесь вот внизу, по бокам, слева и справа. Она длиннее. То есть, вот очень симпатичная такая вот футболочка. И тоже моя любимая полоска. Но проблема в том, что это полиэстер, если я не ошибаюсь. Либо большая часть. Сейчас я посмотрю, что здесь. Да, здесь написано, что 65% это полиэстер и 35% вискоза. Но в ней жарко. Когда жарко, в ней жарко. Она липнет к телу. Это ее первый минус. И второй минус. Она вышла из строя. Она вся в катышках. Вот если вам будет видно. То есть, вот вся она в катышках. Конечно, можно от них избавиться. У меня есть аппарат такой специальный. Но я уже пыталась это сделать. Они появляются вновь и вновь. Это нужно постоянно ее чистить. И плюс не жарко. В общем, я поняла, что я ее носить больше не буду. Хотя поначалу носила с превеликим удовольствием. Следующая вещь это юбка. У меня в гардеробе очень мало юбок. Я как-то юбки не люблю. Такая вот белая юбка. Из дна. Вот так вот она выглядит. Сзади у нее карман. Такой вот карман. И это марка BGN. Сейчас я ее застегну. Вот такая вот юбочка летняя. И здесь вот еще бахрома. С одной стороны кажется. Да, вот тут вот. Нет. Или с двух. С двух. С двух. С двух. Вот с двух сторон бахрома. Растегивается она постоянно. Юбка неплохая. Летом в ней очень комфортно. Но она мне как-то вот разонравилась. Я даже не знаю почему. И у нее немного странная длина. Она слегка прикрывает колено. То есть не то, не сё. Как-то перерезает ногу. Я не очень люблю такую длину. Я люблю когда-либо длина чуть выше колена. Либо юбка длинная в пол. Такие вот юбки мне не очень нравятся на себе. То есть вот вроде бы юбочка неплохая. Качественная, симпатичная. Но что-то мне в ней разонравилось. Плюс вот этот вот карман тоже мне не нравится. Я поняла, что я не буду себе больше покупать вещи с карманами. Ни на груди, ни на ногах, ни на боках. Нигде. В общем, я ее тоже кому-то отдам. Дальше. Следующая вещь. Это тоже юбка. Джинсовая юбка. Причем этой юбке уже очень много лет. Я ее покупала еще до рождения Лидочки. Тогда у меня был более или менее нормальный вес. Тогда я по-моему весила килограммов 75. Если я не ошибаюсь. Ну тогда в общем-то я могла носить эту юбку. Я ее купила и носила с большим удовольствием. Такая вот джинсовая юбка. И она здесь вот на талии завязывается. Это какой-то немецкий бренд. QS. По-моему, если я не ошибаюсь. В общем, вот такая вот юбка. Она очень длинная. Она в пол. Проблема в том, что она мне велика сейчас. Она с меня спадает. Ее надо постоянно завязывать, подвязывать. Плюс она очень длинная. И летом в жару это как-то тоже не очень комфортно. То есть вот раньше, когда я ее покупала, я ее носила с большим удовольствием. Но сейчас как-то я понимаю, что это не мое. Ну, во-первых, номер один она мне велика. Ну и, конечно же, очень-очень длинная. И это не совсем удобно. Так что эту юбку я тоже отдаю. И, наконец, заключительная вещь в этой первой партии. Вот такие брюки. Черные брюки джинсовые. Вот такие вот. Я их, по-моему, покупала в прошлом году, если я не ошибаюсь. Это английский бренд Lost Ink. Вот такие вот черные джинсы. Прямые. И проблема в том, что у них очень низкая талия. Поначалу, когда я их купила, мне они нравились. Было все нормально. Но потом я поняла, что это все-таки не мое. Как-то я их постепенно перестала носить. Они у меня висели, висели, висели. И тут вот я их нашла и поняла, что носить их больше не буду. Как-то мне не очень комфортно. Я люблю среднюю посадку. Высокую талию я тоже очень не люблю. Вот среднее это самое оно. Низкое не мое. Высокое не мое. Среднее это вот то, что мне нужно. Так-то они практически новые. Они неплохие. Я их в какой-то период времени носила. С большим удовольствием. Но сейчас я поняла, что мне они больше не нужны. Так что вот эти вещи отправляются в первый мешок. Это первая партия. Я буду дальше разбирать свои шкафы. Продумывать, что я с чем буду сочетать. Что я буду носить, что я не буду носить. И посмотрим, что у меня останется. И буду продумывать, что мне нужно будет купить. На сезон весна-лето. И, конечно же, буду показывать вам свои покупки. Но много вещей я покупать не собираюсь. Буду покупать только самое нужное. Только то, что мне понравится. И то, что я буду носить. А просто так покупать вещи из-за того, что это модно. Это в тренде. Или вещи продаются со скидкой. Такими вещами я уже давно не занимаюсь. На этом все, мои дорогие. Благодарю всех за внимание. Всем отличного настроения. Удачного дня. И до скорой встречи. Всех целую. Пока-пока.